20 января с утра к нам прибегала лесная белочка спустилась с этой березы пробежала мимо дома забралась на другую березу и куда-то потом делась теперь идет снег засыпает ее следы а я сегодня закончил наконец-то свою статью о русской национальной идеи в который раз уже так получается что мои мысли полностью совпадают с мыслями юрий иванович подоляки он буквально вчера вчера или позавчера опубликовал статью примерно на эту же тему о русских о том что значит слово русский на него набросились все мы не все половина причем даже те кого я очень уважаю люди которые зарекомендовали себя как истинные патриоты очень разумные люди но почему-то они не поняли смысла написано они начали обвинять юрия в том что он предатель колаборационист хохол и так далее они не поняли что он хотел сказать а я прекрасно понимаю потому что по сути дела получилось так что мы с ним писали материалы на одну и ту же тему одновременно только он раньше опубликовал вот такие бывают совпадения гости к дорогу приехали знаменитые наши земляки из благовещенского константин ирина тартарина константин у нас чем знаменит он этнограф он хранитель древних русских традиций обрядов здорового питания вот сейчас мы будем тестировать чай его собственное производство вот такой кипри а это вот это что у нас берегов белого моря мармелан на агар-агаре из брусники вот это не актуально потому что вы перестали из хлеба и сорока подскажет пора солнцу яркому крикнуть солнцу яркому крикнуть солнцу яркому крикнуть ура 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 в небе радуга мост ура ура выше тающих звезд ура на земле нашей солнцу яркому ура ура в небе радугам мост ура 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 Солнцу яркому крикнуть «Ура!» Не ропщи, на судьбу не ропщи, Яркий свет за туманом ищи. Встань пораньше, сегодня с утра, Солнцу яркому крикни. Солнцу яркому крикни! Солнцу яркому крикни «Ура!» Чудесная песня, замечательное исполнение. А что за песня? Песня «Ура!» Сергей, автор и исполнитель, которого мы переняли, Сергей Жилев. Сергей Жилев. Шикарная одежда. Сами заказывали? Я заказывал, да. Да, это сапоги я уже давненько ношу. Сапоги, очень фактичная обувь. С носу вот нет, на самом деле. И вот раньше, действительно, практически подходили к одежде. Я люблю Валю. А сапоги, да, вот и так одел, закатал, что это в голенище. Снег не снег, слякоть не слякоть. И вот это вы сами шили тоже вот это вот. Да? Я все обшивала. Тут-то, конечно, не все себе. Бальто базовое и вы обшили, да? Красиво. Красиво. И у него еще папаха есть, я видела. Папаха есть, да. У коменданта какие-то сложности. Он сейчас потребовал, чтобы я пошел за ним. Я пошел за ним. Он меня привел к своему сараю, в который мы велосипед ставим. Мы свои велосипеды ставим в его сарай. Вот. Я зашел с ним туда, он обошел по кругу, пометил трубы там, хвост задрал, подрыгал там. Как их продавать-то будем? Вот так вот будешь продавать меченые. Вот. Сел и сидит, смотрит я. Ладно. Он выскочил и опять оглядывается на меня и зовет, мяукает на улицу. Вышел я с ним на улицу. Он пробежит два метра, сядет, повернется и мяукает. Дошли с ним почти до мусорного бака, а дальше он не идет. Вот смотрит туда, куда-то вдаль по улице и дальше не идет. Я его пытался на руки взять, он рвается чуть-чуть, не укусил меня. Угу. Вот здесь он дается на руки, а вот там, что я говорю, пошли домой и беру его на руки. Нет, он хотел меня укусить, я его бросил. Вот. И тогда он уже сказал, что вот хочешь иди дальше один, я не пойду. Я боюсь. Там может волки. Я пошел назад, и он тогда за мной. И вот вернулся домой. Ха-ха-ха. Духай на меня показывать. Показывай на него лучше, как он сегодня выпил на последнее молоко. Пьет только молоко. Мое. Я вам положила ложечку, не съел, молоко пьет, и вот эти вот сухари ест. В общем, надо сделать обращение ко всем, к нашим подписчикам. Что нам делать с котом? Почему он у нас такой невоспитанный стал? Думаешь, среди наших подписчиков есть котоведы? Есть. Котологи. Котологи. Вот сухари ест. А банки модные на озоне. Я думала, что он их будет. Понимаешь, как я их рекламировала-то? Пахнет очень вкусно. Я бы сам ел, но... Пьет только молоко. Еду не ест. Выпил мое последнее молоко на завтра на кашу. На Татьяне день. Даже на улицу не хочется выходить. Хочу показать гороховую кашу твою. Каша как каша. Вообще многие не знают, что такое гороховая каша, не умеют ее готовить. У меня тоже пару раз пригорело, а вчера я нашла супер рецепт, которым хочу поделиться. Берете горох? Сухой. Засыпаете его в мультиварку. Заливаете холодной водой и включаете втомление на 3 часа. И все. Ни тебе пузырьков, ничего не сгорело, ничего не подгорело. И скажи крутая каша. Крута. И не надо ее... Блендеровать не надо, ничего. Она сама как-то вот развалилась. Не толочь, ничего не надо. Она просто готова и все. Ага. Идеально. Ну это те, кто любят гороховую кашу. Я вот, например, не ем. Ее не любят только те, кто не знает, какая она может быть вкусная. Когда в детском саду на всех пичкали, где твердые горошины попадают. А вам давали гороховую кашу? Нам в садике нет. Нам давали. Да? Нам никогда не давали вообще гороховую кашу. Я вообще от гороховой каши... Ну я читала в книжках, а так вот от тебя. Ты первый живой человек, которого я увидела, который ест гороховую кашу. Ну в ней были горошинки. И это вот всем не нравится. А если сделать настоящее пюре гороховое, оно вкуснее, чем картофельное. Вот такое оно получается в итоге. Прямо как турчик. Да? Такой устоялся еще. Самое вкусное его, конечно, с поджаркой. Из свинины. Чтобы была вот именно поджарка. Чтобы свинила была жирненькая, с сальцем. Ага. А тогда самое-самое вкуснятие. Ну ладно. Я тебе поджарку тоже организую. Угу. Мы вот трудимся. Только щелкывание клавиш раздавалось в доме. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА 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 Михаил Сергеевич, здравствуйте, дорогой друг, говорит, дайте угадаю, это будет ответ вчерашнему интервью Пауличенко на канале Злой Эколог. Нет, нет, Михаил, вы не угадали, это не будет никаким ответом ни на что. Сейчас поясню. Дело в том, что меня Злой Эколог приглашал на интервью, и мы, в общем-то, очень хорошо, я считаю, продуктивно побеседовали, пообщались. Не менее интересный вопрос, мне кажется, не менее загадочный, это вопрос об истории такого государства, или такого государственного образования, которое имеет название Сходная Стратария. Это Варвария. Варвария. Удивительно. Гигантская страна, которая по площади была примерно такой же, как и Великая Тартария, должна иметь многовековую историю, но нам о ней ничего сегодня не известно. О привычных сведениях они практически даже не сохранились. Даже ученые, профессионалы практически ничего не могут сказать о Великой Тартарии. Приходится этим делом заниматься энтузиастом. Таким, как я. Но, к сожалению, выдумок значительно больше. Мифов, заблуждений гораздо больше. Они составляют 99% от всей информации. Поэтому могу всех отослать к двум единственным экспертам в этой области, которые реально понимают, что такое было Тартария. Один из них это Сергей Игнатенко. У него канал на ютубе есть, так и называется Сергей Игнатенко. То есть, для меня это единственный авторитет, кроме меня самого. С кем можно разговаривать, кто понимает, о чем идет речь. Потому что все остальные нагрузились сказками про выдуманных богов, про мифические какие-то империи, про высокоразвитые цивилизации прошлого и так далее. Но, хочу сказать, для тех, кто решит нам помочь и какую-то финансовую поддержку оказать, что совсем не обязательно просто так нам деньги посылать. Потому что мы ведь все-таки работаем и хотим, чтобы наша работа не была бесплатной. Поэтому можно не просто так взять и привезти денег, а написать и сказать, что вот я хочу послушать, допустим, цикл лекций, который называется «Мастерская Бога». Я думаю, что здесь наверняка есть у нас подписчики, которые интересуются вопросами мегалитоведения. Так вот, «Мастерская Бога» – это 6 лекций. За 3000 рублей вы получаете 6 записей, 6 лекций, каждая из которых почти 3 часа длится. И называется это «Мастерская Бога» о мегалитах и о немегалитах, о рукотворных и природных. То есть, это анализ, классификация объектов в мире и в России. Интереснейшая лекция, я вам честно скажу. Это многолетний мой труд, которым я хочу поделиться со всеми. Потому что нигде в другом месте вы этого не найдете. Кое-что вы найдете у Сибведа. Знаете такого блогера из Красноярска? Он тоже очень много сделал в этой области. Но у него вы не найдете, это собрано все в одном месте. У меня мои собственные наработки, которые во многом совпадают с работами Сибведа, все есть в одном цикле лекций. Вы покупаете, помогаете нам восстанавливать дом, а сами получаете знания, получив которые, уже никто вам не сможет впарить всякие глупости по поводу того, что вот это горная шоря, это постройка великанов, великих прародителей славянской нации. Вы сможете отличить подделку от подлинного артефакта. Вы сами будете разбираться и сможете дальше изучать этот вопрос. И вы уже будете экспертом во многих вопросах. Поэтому вот рекомендую. Ну, кроме Мастерской Бога, еще я зачитаю, есть у нас готовые циклы, которые тоже очень полезны, очень нужны. Это мифы и религии. Это как раз про зороастризм, который я сегодня упоминал, про нестарианство, про николаидство и другие ереси. Всего 5 лекций, 2,5 тысячи рублей. Зороастризм сейчас интерес очень большой, но о нем никто ничего не знает. А мне удалось раскопать про него огромный пласт знаний. И это я все рассказываю. Про нестарианство тоже все слышали, но никто не понимает толком, что это. Про николаидов вообще никто ничего не знает. А я знаю. Ермак и его казаки, они все были староверами николаидами, потому что их главный бог был бог Никола. И сегодняшние калмыки, которые считают себя, что их предки тысячелетия назад уже верили в Будду, они ошибаются, потому что у нас есть достоверные исторические сведения, подтвержденные о том, что калмыки еще в 18 веке все до одного были николаидами. Они тоже поклонялись русскому богу Николе. Не путать с Николаем Чудотворцем. Это католический святой, христианский, он ничего не имеет общего с Николой. Ну и еще у нас целый ряд циклов есть. Это алхимия, гиперборея, отдельная одна лекция по Атлантиде, потом мифы о мифах славян, это о славянской мифологии. И сейчас самая актуальная, конечно, это всемирная история. Уже есть записи 11 лекций. Сотворение мира, инструкция по созданию миров, старушка-земля, детство-земли, происхождение человека, секреты успешной охоты на мамонтов, первая и вторая часть, борьба за огонь, матчасть родного дома, историческая геология, таинственный лед, это об оледенениях, и о вечной мерзлоте. Так что, друзья, тем, кто хочет знать право и дальше самостоятельно изучать, вот вам к нам. А если вас интересуют сказки, ну тогда вам точно не ко мне. А теперь к другим новостям портового города Судрома. Администрация Судрома сообщает, что по информации Архангельского центра соцзащиты прожиточный минимум в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 2023 году составит 16 141 рубль на душу населения. 20 января состоялся хоккейный матч между командами ветеранов и молодежью. В упорной борьбе со счетом 7-6 победили ветераны. Поздравляем хоккеистов Судромы с началом серии игр и желаем убедительных побед в предстоящих встречах с командами Паважия, а затем Поморья, России, бывшего СССР, континента, планеты Земля и ближайших земель в ближайшем космосе. Режим работы ледовой арены в Судроме опубликован на странице администрации. 27 января в уездном городе Вельске состоялась памятная акция «Блокадный хлеб». Сегодня каждое сердце российское отчитывает время памяти, время гордости, время славы и беспримерного подвига ленинградцев. Дай нам Бог никогда не услышать эти звуки воздушной тревоги, которые сейчас в ролике вы все слышали. Всех вас призываю помнить, общаться с теми людьми, которые вживую видели все эти ужасы. Будем воспитывать своих детей, внуков для того, чтобы эта страшная война не повторилась. Потому что моя тетя, мама, мамина старшая сестра, она пережила блокаду, не очень любила об этом рассказывать, но всегда говорила о том, что радуйтесь тому и благодарите Бога и всех остальных за то, что вы живете под мирным небом. 872 дня страшных страданий и мучений, про которые мы с вами должны помнить всегда. Гневным штоном сирены завыли, в небе тучи стервятников снова, как ладонями город прикрыли тучи, словно молились по крову. На фонтанке лед, стылая корка, только черные пятна местами, санки с трупом, это из морга под слепыми от горя мостами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то из наших зрителей угадал, что с следующей стенкой под очистку будет именно эта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то ты, по-моему, не Достоевского уже слушаешь, нет? Плати красиво как, правда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, Владимир, не помню какое чувство, Жухрай, он был в Сталинской контрразведке. Два часа. Вот, я когда это слушаю, поставь куда-нибудь себе, чтобы кто-то мог тоже послушать. Вот, как бы, живой свидетель, 90 лет ему, он работал на пойму и со Сталином, и работал, ну, как, внутренняя разведка, то есть за всеми вот этими. Известный человек Жухрай. Да, но я, например, никогда не слышала, первый раз. Смотри, ну, как же красиво, правда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие хорошенькие стены. А сколько, как это, у Ахнатовой, когда-то знали, из какого сора растут цветы. Вот, у меня примерно так же. Вот, красотень. Красотень. Ну, там краска. Я ее пока не могу отделать. Вместе. Со спасенным ящиком мы нашли вот такую штуку. Тоже в кладовке. Это было зеркало. С обратной стороны было закрыто. Вот тут газеты, право троцкистский блок. Да, вот 5 марта, вот. А даты, а года нету. Вот. Вот номер 54. Номер, а потом общий номер 59. Или 59-59. В общем, даты мы не нашли, но это послереволюционные газеты. с таким вот крючочком. С таким вот крючочком. Ты уже оторвал, да, палочки? Там вот на палочках прикреплено, интересно. Мы решили купить другое зеркало к ним, а это снять старые. у нас тем более есть, помнишь, что? Как интересно, да? На палочках. Штапик это называется. В штапиках. Шпачиках. Ну да, то есть это уже тоже само по себе история. Уже, по крайней мере, даже... Ой, мамочка. Главное, не сломай. Там совсем-совсем, да, все плохо? То даже прям совсем... Ну вот она, с этой стороны, амальгама вся отвалилась, осыпалась. Ну, похоже, что оно дореволюционное все-таки, да, само зеркало, раз уж он в такое состояние зеркало пришло. Очень может быть. А потом уже после революции его там заклеили газетой зачем-то? Зачем? Вот, чтобы не выгорало, чтобы не согласно. А-а-а! Поняла. А бывки газет были, но, к сожалению, тут нет ни дат. Одно только понятно, что это уже после революции, то есть без ятий. Ну, где-то, наверное, тоже 29-й или 30-й года. 9-й тоже работает в темноте. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. больничная приемная. Тут была приемная. тут сидели на скамейках в польтах и ждали очереди своей. Когда их примут, когда их за этими дверьми, примет фершер. Я отправил кого в роддом, в родзал, кого на процедуры, кого сразу лежать. Викторичу пошла телеграмма. Ну, я вот не знал, например, что телеграммы до сих пор есть. Только они посылают теперь не на ленточках бумажных, как раньше наклеивали на бланке, а распечатываются на компьютере, как обычно. правительственная телеграмма. У тебя и намятая у нас. Ну, она лежала в почтовом ящике. Я видел, что бумажка какая-то. Достал эту бумажку, когда снег убирал, в карман. Ну, как за сумку. Хорошо не выкинул. Ну, почему я мог? Я никогда не выкидываю корреспонденцию. Я же думал, что какой-нибудь счет. Ну, читай. Правительственная Вильска, Архангельская область, Пайтовская. Уважаемый Андрей Викторович, благодарим вас за неравнодушное продвижение русской национальной идеи и стремление к высоким идеалам, желание сохранить высокий уровень образования и интеллектуального нравственного культурного роста граждан нашей страны. Ваша деятельность настоящий пример патриотизма. Вкладывая душу в работу, вы на примере показываете, что такое настоящая любовь к Родине. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Бурматов. Ну, придется теперь погладить очагом и в рамочку положить. Вот, поздравляю тебя, Андрей Викторович. Ты получил первое официальное признание. Ну, второе, наверное, если считать еще золотое перо Руси. потому что это тоже официальное официальный конкурс при поддержке Союза Писателей России, да, все-таки происходит. Вот, доставай шампанское. Или шампанское мы достанем, когда всемирная история будет напечатана в учебниках по всей России. Дай for the moment when you like and beside me taste the salty tears I thought would never end. Gold and silver round your river deep inside me gold and silver trees. Me and I cannot see. I have a We приехали гулять. We вообще сегодня собирались, запланировали еще выходные, что мы в понедельник поедем Вельск, а во вторник пойдем в поход. Ну, что-то у нас не сложилось с походом, но все-таки мы в поход попали. Вот. Но это последний раз гуляли мы, когда был Ледостав. В общем, нечасто мы гуляем, красота. Все, выкачали уже. Видишь, сколько народу приезжало. Ой, хорошо как. Так редко мы бываем, живем вообще в лесу и так редко бываем в лесу. Да, Андрей, скажи. Просто непростительно. вот там в темноте Андрея Викторовича. О, не видно. Ой, красота. Аккуратно. Аккуратно. И все время, когда я здесь бываю, мне все время хочется закрыть кран. Да, Андрей? Жалко так, что такая вода утекает. А, сегодня 31 января. О, какой снежок, не могу нарадоваться. Фантастика. Теперь у нас есть лыжи. 1 февраля приехала прямо специально к нам наша односельчанка Алина Ивановна и подарила нам две пары прекрасных лыж. Какое счастье. Какие замечательные люди у нас живут. Спасибо вам огромное, Галина Ивановна. Морозы закончились, но пришло время ветров. Каждый день у нас в юге, поэтому каждое утро начинается с уборки снега. Заметает? Заметает нас. В фильме снимались Елена Кадыгчанская, Андрей Кадыгчанский, Кот Комендант, жители и гости Палажья. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok